Это обновленное и расширенное видео по лучшим и правильным настройкам в PUBG, которые будут полезны не только новичкам, но и многим опытным игрокам. Начнем с параметра запуска. Заходим в свойства игры и вписываем корейский рейтинг. Нет, у вас не поменяется язык в игре, не волнуйтесь. Зато теперь у вас не будет трупов. Что? Это, во-первых, немного повысить ваш фпс, во-вторых, у вас больше не будет ситуации, когда вы стреляете в труп. Или наоборот, вовремя не заметили лежачего врага, потому что подумали, что это труп. Кто-то может не согласиться и сказать, что трупы иногда могут быть полезной информацией о противниках рядом, но на практике это бесполезно и таких ситуаций практически не бывает, когда вам действительно может это пригодиться. С этим же параметром запуска все намного проще и надежнее. Вы увидели кого-то, вы стреляете, без исключений и сомнений. А еще у вас заменится огонь, через который станет лучше видно, чем через обычный. Ребята, ребята, используйте! Теперь о настройках в самой игре. Режим отображения. Обязательно полный экран. Разрешение. Максимально доступно на вашем мониторе. Ограничение фпс для лобби. Поставьте на 60, чтобы ваша видеокарта не нагревалась и не шумела лишний раз. В этом нет никакой необходимости в лобби. А лимит фпс в игре без ограничений. Есть и смысл иметь больше фпс, чем герц на вашем мониторе? Да, есть. Высокая производительность в самой игре, даже выше частоты обновления монитора, позволяет уменьшить задержку вывода изображений на монитор и делает управление более отзывчивым. Сглаженная смена кадров отключить. Яркость на максимум для всех карт, чтобы все лучше видеть, особенно на темных участках, помещениях. Вообще, это все универсальные и по сути базовые настройки, которые подойдут практически любой онлайн игре. Вот, например, почти все то же самое. Полный экран, вырубаем вертикалку и все остальное. Это, кстати, настройки View WoW по World of Warcraft. Игра тоже бесплатная, ее можно просто скачать и играть. Тем более скоро в ней откроются новые миры. Например, PvE-мир Legion X3 с пристанищем как для старичков, так и новичков. Для любителей пожестче в мире реализован новый режим Hardcore, на котором вы можете начать играть с первого уровня и у вас будет всего одна жизнь. И PvP-мир Pandaria X5. С первого дня в нем будут доступны множество подземелья и сценариев, а для комфортного развития первые пару дней на нем будет PvE. Из уже имеющихся миров, в которых весь контент уже доступен, это, конечно же, Legion X5 PvE и Legion X100 PvP со стабильным высоким онлайном на серверах. Так что заходите и играйте по ссылке в описании. Переходим к расширенным настройкам. Масштаб отображения. Чем больше, тем четче картинка, но это сильно влияет на производительность. Главное не пускать ниже сотни, иначе картинка будет размываться. Поле зрения или FOV. Настраивается индивидуально. Чем выше, тем больше угол вашего обзора. Это даст вам преимущество, особенно в тесных локациях, видеть чуть-чуть больше по бокам. Но на больших дистанциях враги будут еще меньше и дальше, потому что ваша камера будет как бы немного отдалена. Поэтому лично для меня стандартное значение 90 это золотая середина. Многие, я знаю, играют на сотке. Увеличьте его и попробуйте. Возможно, вы почувствуете, что так вам действительно приятнее и комфортнее. Общее качество графики. Самые низкие. А дальше повышайте отдельные настройки по мере необходимости и возможности вашего ПК. В первую очередь рекомендую увеличить сглаживание. Чем оно выше, тем меньше будет так называемых лесенок по краям текстур. Изображение будет мини-дерганым, более четким и вам будет легче замечать противников в движении. Ну и будет просто меньше нагрузки на глаза. Следующая настройка – текстура. Если вы нацелены на результат, то оставьте их на очень низких. Так враги будут лучше выделяться на фоне размытых текстур. Если вы записываете видео, стримите, любите полюбоваться скинчиками или просто хотите, чтобы ваша игра не выглядела как кусок говна, то ставьте на средний или выше. Остальные настройки можно смело оставлять на очень низких. Даже не хочу тратить на это ваше время. Могу только развеять пару мифов, что дальность видимости, например, никак не влияет на дальность прорисовки травы, а с высокими эффектами вы не будете лучше видеть вспышки от выстрелов. Резкость включить, вертикальную синхронизацию обязательно выключить, потому что это не только ограничивает ваш фпс, но и приводит к визуальным задержкам и так называемым input lag. А как тогда быть с разрывами изображения? Этого же выбирайте сами, играть с задержками или разрывами. Но все профессиональные игроки никогда не включают вертикальную синхронизацию. Размытье движения, выключить. Версия Dirt X 11 enhanced. Можете попробовать просто 11, 12 точно не надо, потому что игра сама предупреждает, что может работать нестабильно. Если подвести такой промежуточный итог по графике, могу ответить на два самых часто задаваемых вопроса. Первый – это как устранить мыло. Простите? Мыло. Просто сделайте все точно такие же настройки и у вас не будет никакого мыла. Второй вопрос – что делать, если игра все равно лагает и хочется больше фпса? Ну, если обойтись без банальных советов, типа купить комп или хотя бы сделать апгрейд, то самое простое, что вы можете сделать – это почистить свой комп. Во всех смыслах. Особенно, если давно этого не делали. Продуйте его от пыли, переустановите винду и, если есть возможность, установите игру на SSD. Все эти действия скажутся только положительно. Простите, не удержался. Про управление и привязки клавиш я сделаю отдельное видео. Это не менее важная и объемная тема по настройкам, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. О, новый подписчик на бусте. Спасибо. Подписывайтесь, кстати, тоже на мой бусте, там раньше выходят видосы, чем на ютубе, и иногда я публикую всякий интересный эксклюзивный контент. Далее. Громкость звука на максимум, чтобы лучше слышать шаги. Громкость эмоций я себе делаю значительно тише. Главное убедитесь, что у вас включен режим HRTF, чтобы лучше понимать, откуда по вам стреляют. Обязательно попробуйте, зайдите в тренировку, откройте карту и выберите лабораторию прицеливания звука. Громкость голосового чата чуть потише, чтобы лучше слышать саму игру. Если кого-то тихо слышно, его всегда можно сделать погромче в игре. Ну и желательно использовать голосовой чат по нажатию клавиши, чтобы говорить. Потому что, когда у вас открытый микрофон, возможно, не всем может понравиться его качество, а также постоянно слышать вашу музыку, клаву, как вы кашляете, пердите. И мое любимое, поставить канал голосового чата на все, чтобы слышать врагов. О, инк! Лучше инфу, дай? Есть тут кто-то еще? Та нет, это не инк, блядь. Я не инк, я сказал, что я инк. Не знаю, ва хер такое нигде делать, блядь. Ну, привлечь к себе внимание, почему нет? Отображение персонажа в инвентаре отключите для максимальной производительности, чтобы ваша модель не прогружалась каждый раз, когда вы открываете инвентарь. Если вдруг вам захочется посмотреть на своего персонажа, скинчики, то это всегда можно включить через инвентарь. Режим цветовой слепоты многие ставят на протонопию, чтобы кровь была более яркой и лучше видеть попадание. Но с корейским рейтингом кровь все равно не меняется. Важнее настроить прицел, поэтому обязательно альфа канал на максимум, чтобы было лучше его видно. А цвет рекомендую выбрать между зеленым или белым. Это цвета, которые лучше всего выделяются и не раздражает мозг, как красный или синий. Я себе вообще сделал вот такой прицел, но об этом я расскажу в отдельном видео по настройкам управления. Интерфейс слота оружия включить, чтобы всегда было видно, что у вас в инвентаре, не открывая его, и у других при наблюдении. Лимит списка убийств увеличьте хотя бы до 8, чтобы не пропускать важную информацию в киллфиде. По умолчанию стоит всего 5 и часто все ноки убийства просто не помещаются. Остальные настройки вы видите на экране. Далее. Автоматическую перезарядку. Включить. Все режимы стрельбы поставить на авто, чтобы не менять его каждый раз при подборе оружия. Включите все автозамены и автокипировки, чтобы все моды насаживались и менялись на оружие так же автоматически. Это очень удобно и экономит кучу времени при лутании и смене оружия. Очередь дополнительных действий. Очень интересная настройка, убедитесь, что она у вас включена. Здесь не совсем понятное описание, поэтому объясню. Когда она у вас включена, то, например, во время перезарядки вы можете заранее зажать левую кнопку мыши, чтобы когда закончится анимация перезарядки, вы автоматически начали стрелять без каких-либо задержек. Нихуя не понял. Ну, очень интересно, понимаете? Дальше посмотрим. Или, например, при смене места в машине. Вы можете заранее зажать правую кнопку мыши, чтобы автоматически вылезти из окна сразу, как только это будет возможным. Без задержек между действиями. Это действительно много упрощает и ускоряет многие ваши действия. Ну, все понятно. Повтор. Выключите для максимальной производительности, если вы не записываете потом с них какие-то видео. А вот запись можете оставить, чтобы посмотреть, кто и как вас убил. Статистика отладки соединения отображает ваш пинг. Возможно, для вас это будет просто лишним на экране. FPS эта настройка все равно не показывает. Его можно включить через настройки стима. Вот, собственно, и все. Не забудьте сохранить свои настройки в облаке. Хэппи энд! Надеюсь, видео было полезным и теперь вам будет комфортнее играть и вы будете чаще брать топы. Обязательно поделитесь данным видео со своими друзьями PUBG. А с вами был Инк. Всех люблю и целую. Скоро увидимся. Пока. Привет, Инк. Здравствуйте. Пойдешь к нам в Discord? Нет. Если что, Инк, я себе проявляю... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok